Привет! Сегодня мы с Асей будем отвечать на вопросы, которые нам задали в инстаграме. И у нас набрался неплохой список вопросов, на которые мы сегодня вам ответим. Давайте начнем с первого вопроса. Сколько нам лет? Ася, сколько тебе лет? Мне 21. А мне 21. И мы с Дим с розовым светом, с понями и снимаем это видео. Окей! Продашь мне лошадь и за сколько? Нет, нет, нет. О, май, гад! Сценарий изменяется в пользу собак с единорогом. О, какая-либо большая собака. А чего она мурчит? Она не мурчит, она мурчит. Она мурчит, да? Она мурчит, да. Видно. Я Рольфа не продам. А ты? Нет. Конечно, я. Не, Рольфа тоже не продам. А Голан? Голан, ты тоже не продам. Голан тоже не продам. Как отучить мошку сансом? Ты как отучила Рольфа? Ты мошку с... Я не могу, потому что у меня щекающие вот именно это. У Аси есть некоторый момент. И, короче... Ася удалили зубы мудрости. И она, ну, немного просто стесняется. Но у нее лицо просто... Мне просто еще не до конца зажила щека. У меня еще отек. И мне, слава богу, не больно. Ну, все равно, короче, у меня здесь еще... Короче... И с одной стороны, Ася похожа на мультяшку. Но, Ася, если ты сидишь и все волосы вот так, вот так вот... Кстати, мне тоже. Я завтра иду на снимки зубов мудрости. И что? Следующий выпуск будет вот такой. Человек... Два человека... Таких... Короче, ну, что такого? Ну, все и так уже, ну... Поняли, что... Ну, все поняли, конечно. Когда еще был выпуск с маской. Как отучить ложечку сальца? Когда меня укусает Галант, я дистанцирую его от себя. Ну, то есть не разрешаю. Когда Галант пытается меня укусить, я ему сразу ставлю блок. Не даю ему делать выпады в мою сторону. То есть его отгоняю от себя. Go out. Сразу в момент укуса я ему бью хлыстом по морде. Он как бы морду вверх. И я сразу же подношу руку. Типа, хочешь кусать? Кусай. Он ее нюхает. И если он делает попытку укусить, он сразу получает хлыстом. Ну... И потом я просто добиваюсь того, что моя рука около его носа, около морды. И он просто тихо. Делаю всякие движения. Если он делает попытку укусить, получает по морде. Если не кусается, я его хвалю. А ты как раз отучила? Я не знаю даже в какой момент это произошло. Раньше он тоже очень сильно кусался. Ну, в плане он мог прям не уважать мое пространство. Но мне кажется таким же образом. Когда он начинал у меня просто вот так вот свои морды, я... Именно в попытке важно дать ему отпор. Это как, наверное, в физике. То есть твое действие должно быть равно противодействию. Ну, он тебя... С какой силой он пытается тебя укусить? С такой же силой должен быть отпор. Если он чуть-чуть тебя прихватывает, вы можете его просто чуть-чуть... А если он прям со всей силой к вам поворачивается, вот так, ну как бы пытается... Просто вы ставите блок, что нет, так делать нельзя. Я думаю, через какое-то время она поймет, что так делать нельзя. И плюс, конечно, нужно привести некоторые упражнения на выяснение личных границ. Я думаю, мы тоже должны будем снять про это видео про личные границы. Тем более, я обещала, если мой пост наберет 500 лайков. У меня сейчас роли благодаря этому понимают, что, во-первых, без приглашения не надо ко мне врываться. Это также касается вопроса напирания плечом, кусаться. Это все про неуважение ваших границ. Окей, мы снимем про это видео. Когда ты собираешься заезжать Рольфа? Это, наверное, ко мне или ты. Рольф сейчас 2 года, я думаю, что конкретно прям заезжать, наверное, будет через полгода, да, где-то к лету. Может быть, летом даже начнем. Летом можно уже начать вот эти первые попытки, когда ты будешь его больше гладить по спине, немножко ложиться. Нет, я уже сейчас это делаю. Да, да, да. Я просто уже у него наброситься. Да, думаю, что летом будет еще просто комфортная среда для этого. Во-первых, у тебя с ним уже что? Достаточно хорошо выстроены взаимоотношения. Он тебя слышит, он тебя понимает, он достаточно безопасный сам по себе конь. Вот, и получается, тебе нужно приучить его будет к седлу отдельно. И, возможно, первый раз, ну, лучше залезть не на седло, а просто на него без седла. А, конечно, я думаю, что это точно будет без седла. Я не буду... Я просто не знаю, как обычно, заезжать. Мне кажется, что сначала одевать седло, потом сразу... Седло, в издечку, и сразу садятся. Это не наше. Я думаю, даже и сейчас, если в конце тренировки все правильно я сделаю по этим схемам, я могу на него залезть и сесть. Но это же не заездка. Это просто, ну, как бы, это мягкое заездка. Это просто приучение, да. Это просто мягкое приучение. Поэтому, в принципе, уже сейчас можно начать, ну, работать над этим, делать это чаще, чем ты это делаешь. Ну, да, просто иногда бывает не очень удобно, но я думаю, что летом уже будет конкретно над этим работу вместись. Какая твоя любимая ауница и сколько у тебя ее, спрашивает Дарья. Ну, давай, сначала ты скажешь, а потом я, потому что у меня не так много ее. У меня куча недоустков, вальтрапы, недоустки, меховушки, что там еще? У меня есть бестретительная уздечка, две, две, сайдпул все. Да, сайдпул, бестретительная уздечка. Но самое главное, то, чем я пользуюсь реально, это ковессон, короткая корда, чуть-чуть подлиннее корда и самая длинная корда. И то, самую длинную корду я беру только в крайних случаях, когда мне нужно контролировать коня, когда я его не могу отпустить, мне нужно, чтобы он побегал. Короткий хлыст, ну, не короткий, длинный хлыст выездковый. И хлыст для драйвинга, то есть два хлыста получаются. У меня у Рольфа есть бестретительная уздечка, но это просто, она как бы обычная, я просто из нее сделала бестретительную, зачем, не знаю. Она очень красивая на цепочке, она очень красивая, у нее стразы, какая-то красивая цепочка, в общем, это только для фотосессии, и то я вообще ее сейчас не использую. Еще у меня есть куча корд, у меня раньше была болезнь на эти корды, которыми я сейчас не пользуюсь, потому что пользуюсь кордами Аси и Зеки Флоу. Еще мне очень нравятся хлысты недоустки, недоустков у него тоже много, но он их так же часто и много ломает. Разные хлысты, но один мой любимый неизменный хлыст для драйвинга, который я использую в работе. И еще маленький выездковый фиолетовый, который мне тоже нравится. Вообще, я люблю всю фиолетовую амуницию, и в дальнейшем я бы хотела, чтобы у Рольфа был фиолетовый вальтраф, или весь фиолетовый, весь фиолетовый какой. Ася, вопрос к тебе. Как долго ты учила галанты таким хорошим манером, и было ли трудно? С самого сложного до более-менее нормального уровня у меня ушло месяца 4. Он тогда вообще хоть был неуправляемый, и я с ним стала заниматься очень много, очень сильно. Прошло месяца 4, когда я поняла, что в принципе более-менее не так все плохо. Он меня слышит, слушается, понимает. Потом, когда прошло 9 месяцев обучения, я думала, что в принципе у меня идеальная лошадь, у меня все он умеет, знает, понимает, достаточно безопасная. Я стала снимать... Да, в этой флоу, в этой флоу-тест, ну типа, на сертификат, да, в этой флоу. И тогда я поняла, что все просто очень печально, Коль меня ничего не знает, ничего не умеет, не слушается, все уступки смазаны, никакой ровности. Он еще продолжал кусаться тогда, даже вот сейчас, то есть в последнее время он стал это делать меньше. Я с ним стала заниматься с полутора лет, ну двух, два, три, четыре, пять. Три года. Даже пять только начинается. Я с вами занимаюсь два года, и еще заниматься, и заниматься, как понимаете, это непростой и небыстый процесс. Будешь ли оставлять Кольфа жеребцом? Я пока не знаю, на этот вопрос не могу откровенно точно как-то ответить, потому что ему два года. Его сейчас не называют прям таким полноценным, если честно, жеребцом, потому что он только начинает себя им чувствовать, ощущать, ну может два с половиной практически. Все же лошади по-разному развиваются, по-разному складывается их характер, и я очень хочу посмотреть, каким он будет через год, как он будет себя проявлять как жеребец. Если он будет неуправляемый и опасный, и я реально ценю свои силы, потому что я не могу, например, с этой лошадью справляться. Если я их не рассчитаю, я могу принять решение о кастрации, и это для меня не будет чем-то очень серьезным, ну в плане таким, что, о, блин, все, теперь я Рольфа не люблю, раз он не жеребец. Нет, ну я думаю, даже в каких-то моментах может стать от этого лучше. Вот. А у тебя какой взгляд? Ну, я, в принципе, так же смотрю, что, ну изначально тоже у меня стоял вопрос очень сильно о том, что кастрировать, не кастрировать, я спрашивала, насколько реально вырастить адекватного жеребца, и мне все говорили, что нет. Не все нереально, мне все говорили, что нужно кастрировать, что очень опасно. Я помню, ездила с врачом с одним на вызов, ну по лошадям, и делали УЗИ жеребцу, он был триборный именно жеребец, он стоял просто как вкопанное, ему трогали ноги, этим датчиком водили, он просто стоял неподвижно. Это с чем может быть связано, как ты думаешь? Либо с учением, либо с тем, что он просто очень много работает, и он просто нет сил уже вот этой брыкаться, скакать, показывать свой норов. Я увидела, что это возможно, что стоит жеребец, никак не огрызается, не пинается, не реагирует. Пока я справляю с галантом, все хорошо получается, и сейчас я уже понимаю, что я не буду его кастрировать. Вообще, если честно, я хотела себе белого жеребца. Да, я хотела себе черного жеребца. Кейс, очень круто. Ну, хотелось, да. Хотелось просто лошадь, на самом деле, уже так было неважно. Я точно понимала, что мне нужен мальчик, и жеребец, скорее всего, и молодой. И я это как-то чувствовала внутри, но никому не рассказывала. Как ездить на лошади без рук и без поводив? Как управлять? Ну, это вопрос к Аси, честно говоря, полностью. На самом деле, все очень просто. Вот так. Нужно, во-первых, не спешить никуда и постепенно приручать лошадь к сигналам, которые вы ей будете давать, когда у вас не будет ничего. Допустим, вот я сижу на этом единороге, я выставляю сюда хлыст, с одной стороны, просто выставляю. И нужно, чтобы лошадь на этот сигнал реагировала уходом от хлыста. Поворотом в другую сторону. Поворотом, да. То есть я ставлю сюда хлыст, а мне нужно, чтобы лошадь поворачивалась сюда. Я ставлю хлыст с другой стороны и сюда. Как этому научить? Это вы ставите хлыст и, естественно, лошадь не реагирует, вы начинаете ее поворачивать. Если лошадь не поворачивается сразу, вы можете начать махать этим хлыстом, ставя ей блок, и она будет уходить от него. И вы сразу же снимаете сигнал и даете ей морковь. То есть вы можете брать в руки два хлыста и учить лошадь поворачивать по, ну, прям вот по чуть-чуть буквально. Она там завернет. Просто лошадь должна изначально понимать эти сигналы, потому что если сесть на лошадь, которая не знает эти сигналы, она просто вообще будет в шоке, она не поймет, что вы от нее хотите. А если вы, допустим, верхом ставите ей блок и потом средствами управления помогаете ей повернуть, у нее будет в голове происходить, ну, связано, что блок надо поворачивать. Как ты считаешь, покупать амуницию не для своей лошади, это нормально? Ну, если ты любишь лошадь, которую покупаешь амуницию, она не твоя по каким-то причинам, ну, типа, она может быть конюшнее. Ну, какая разница, ты же ее как бы себе покупаешь, а она же твоя, ты купила вольтрав, например, ты его одела, когда ты поездила. Да, ну, ты же его не даришь, это твоя амуниция, ты купила комплект вольтрав на гавке, например, одела на лошадь, напрокатную, и поехала, ты красивая, все классно, сняла, убрала, все, никто твоей амуницией не пользуется. Супер, поэтому, если получится, то можно. А потом, как будет у тебя появиться своя лошадь, и это все у тебя останется, и у тебя уже все будет. Да, у тебя будет все свое. Все свое уже будет. Классно, по-моему. Как ты узнала про Рольфа, мне очень интересно. Я думаю, про Рольфа нужно, как и про Галанта, просто про эту всю историю, она достаточно большая, и снять отдельное видео. Но, если коротко, то я его увидела в группе на спасение лошадей, которые стояли на бойне, просто одна фотография, и я его выкупала. Черт. Ну, у девочки проблема, лошадь пачкает бакону. Ну, моя лошадь, например, вообще баконы рвет все, так что пачкает, это все и не плохо, в общем-то, да. На каком этапе вы сейчас с конем, что выучили? Ну, мы в очереди ответим. Я с Рольфом прорабатываю вопросы дисциплины, внимание. Об общем, основу. Он очень хорошо слышит сигналы моего тела. Он очень тонко их слышит. В таком уровне, что если я делаю полшага в его сторону, он уже может сместиться от меня тоже на полшага или больше, смотря каким импульсом будет сделано моего движения. То есть он очень-очень внимательно относится к моим сигналам тела. Потому что я, наверное, научилась их контролировать сама. То есть я их не подаю, я не выхожу на площадку, такая очень слежу за расслабленным. Потому что, по сути, мое тело это информационная доска. А еще, знаете, фишка в том, что вы на тренировке не разговариваете. То есть вы молчите и говорите лошади только команды. Вы не без прерывности говорите, там, вот ты моя подружка, она реально не понимает. И ваша речь для нее становится смазанной. И потом, когда вы ей говорите четкую команду, либо на остановку, либо на смену алюра, лошадь вот в этой тишине очень ярко привязывает ваши слова к тому, что она делает. Да. Намного легче научить лошадь, если у вас вся тренировка проходит либо в тишине, либо можно включать легкую музыку какую-нибудь классическую, которая будет создавать вот этот общий спокойствие. Какие два слова, на которые голланд у тебя точно среагируют? На остановку. Это что? Это ч. У меня роль тоже ч. И он может бежать головой, а я его скручу. Он вот так. Но это может не всегда работать на конфликтных моментах, когда ему страшно. То есть, когда лошадь не страшна, у него врубаются инстинкты бегства, это не всегда может сработать, но, к сожалению. Второе слово у голланта это good. Это кликер-слово, к которым я его хвалю. И всегда, когда я говорю это слово, он сразу же просто поворачивается ко мне, и я ему даю вкусняшку. И даже если он бежит на клубу, например, на расстоянии, я его хвалю, он сразу устанавливается и понимает, что он уже сделал вот эту определенную работу, и ему положено вкусняшку. Это самое классное, любимое у лошадей абсолютно точно слово. Это слово, которым вы хвалите вашу лошадь. У меня у Рольфа это умничка. Рольф может бежать тоже на меня от расстояния, и у нас идет какой-то комплекс упражнений. Я могу ему посередине сказать умничка, но при этом не давать ему вкусняшку. И он поймет, что все классно, все хорошо, он делается правильно. А я еще использую эту команду, и потом делаю расслабляющую паузу. А еще это слово очень удобное в сложных ситуациях, когда вот я, например, галанта веду, и там кобыла, либо что-то грохочет, какое-то страшное место, и он весь напряжен, у него шея наверх, уши вперед, он вот смотрит. Я чувствую, что вот все, у него уровень энергии пошел вверх, он уже его трясет, он может начать на месте делать эту шрибцовскую гафе. То есть я его пытаюсь переключить, а он куда-нибудь вот смотрит, и все. То есть я его тяну, ему пофигу, вообще я не существую. Говорю ему гуд, и он такой на меня сразу, про такое внимание, то есть он сразу, да, он сразу на меня, я его хвалю, просто мы делаем пару шагов, я его хвалю за то, что он просто со мной прошел сейчас два шага, либо один шаг, и не вскочил, не пошел куда угодно, да. Удобная команда, очень классная команда. Видите, если у вас еще нету такого слова, сделайте, выберите из кучи ваших любимых синонимов одно любимое слово, и прибежите к вашей лошади с вкусняшкой. Типа, умничка, вкусняшку съела. Гуд! Вот такой у нас сегодня выпуск. У нас получился сегодня достаточно объемный, было много вопросов, мы ответили на самые прикольные, на наш взгляд. Я думаю, что раз в неделю я буду устраивать вопрос-ответ. Пишите в инстаграм вопросы, на самые классные мы ответим давайте. Подписывайтесь на нас в ютубе, в инстаграме, везде. И да будет, да будет свет, добро и любовь с вами и вашими лошадями. Всех любим, пока-пока. Розовый мир. Розовый мир, да. А у вас сколько пони? Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько у вас таких пони? Сколько вообще? У вас есть коллекция лошадей дома? У меня есть. У меня тоже. У нас и есть, а у вас нет. Субтитры сделал DimaTorzok